Всем привет-привет! Начинаю свой влог. У нас уже время обед. Ну и я сегодня обычно вечером готовлю, а в этот раз готовлю в обед, потому что очень-очень много дел. А еще, потому что вчера у нас произошел такой случай, приготовила вчера обычный фасолевый суп. Ну, жиденько это иногда тоже хочется. Не знаю почему, но у всех желудки, кишечник отреагировал на этот суп очень ужасно. Мы и раньше ели фасолевый суп, но все было нормально. А тут прям всем было плохо, в общем, был очень туалет. Вот, поэтому этот суп, естественно, мы сегодня, если и будем, нужно приготовить что-нибудь, чем можно пообедать и поужинать. В общем-то, я сейчас готовлю картошку с мясом. По-нашему у нас в семье называется это соус. Готовить я буду сейчас обжарив миско и буду готовить вот прям в своем стоячке, в карзанке. Он такой крутой, мне он так нравится. Вот он уже и старенький, и он маленький в таких размерах. Ну, на нашей семье уже маленький. Начинали, когда я думала, господи, такой большой, как что в него можно поместить. Мне казалось, я так много готовила. А сейчас уже, конечно, размерчики у меня, понятия размеров у нас совсем другие. Вот, и буду готовить вот в этом танец уже конкретно с картошкой, вот в этом казанке. Так, все, я продолжаю. Времени вообще разговаривать практически нет, потому что мне нужно быстренько приготовить, попвести Максиму обед, и там уже Кирилла нужно будет шки отвратить, и самой на тренировку, и уроки делать. Короче говоря, дел еще не в проворот. Так, ну я обед приготовила. Максиму вот собрала горяченькое, и сейчас мчу ему отвозить. Потом нужно Кирилла забрать, отвезти в шки. Ну, в общем, сейчас по ходу дела поедете со мной по моим делам. Сегодня у меня много дел, вы посмотрите, как я с ними справляюсь. Приехала к Максиму, жду, когда он выйдет. Позвонила ему, сказала забирать тормозок. Сейчас, по идее, должен выбежать, забрать у меня пакетик. Вышел с кофеечком. А че, ты проголодался? Я тебя бы это привезла. Я как-то он из-за тебя больно ударился. Локтен, и только он ешься. Торопился я ко мне сильно? Ну, ты позвонил, и я начал со стремянки слазить, и ударил. Сзади козел стоит, и я увидел краем глаза, что там козел. Свеженькая, горяченькая. Успел вот так локтем оттолкнуться. Спасибо большое. Так, отвезла Максиму, отдала ему тормозок. Теперь еду к Тане за заказиками, чтобы передать их и отправить своим получателям. И да, смотрите, какая у нас погода шикарная. Очень тепло, солнце греет, прям как весной. Нас обещают вообще до 17 градусов. Очень тепло, хорошо, ветра нет, спокойно. Ну, прям настоящая весна. Подъехала к Тане, в этом доме она живет. Смотрите, какой здесь район новый. Там вот уже можно видеть трассу, и все вот это новые дома. Вот два домика маленькие такие, они продаются. Там номер телефона. Вот, все-все новое. Здесь. Вот еще, когда они заезжали, вот этих домов не было. Только недавно построили. Танюша бежит. Забрала Кирилла. Сейчас едем. Я его на занятия отвезу. И поеду дальше. Все, выезжаю с Северской. И еду в станицу Львовское. Или село Львовское. Вон, 14 километров от Северской до Львовской. Короче говоря, у нас, те, кто работает менеджерами Валбереса, есть, и находящиеся в станице Северской, есть два пути отправлять товар, отправлять заказики. Либо я еду и везу заказики непосредственно на склад Валберес в Краснодаре. Один из крупнейших складов. Вот. Либо до Краснодара, конечно же, мне ехать минимум часа два до склада именно. До Краснодара, да. Со всеми пробками, давайте, допустим, минут сорок. И по Краснодару тоже через все пробки и прямо до склада. Ну, в среднем, давайте, часа два, полтора-два часа вот так вот ехать. А до Львовского мне ехать вот либо на Львовский, и там обычный такой же пункт Валберес, но они принимают заказы от поставщиков, и потом приезжает машина, которая объезжает такие пункты, и собирает товары, отвозит на тот же склад Валберес в Краснодаре. Вот. До Львовского 14 километров, ну, минут так 30 туда ехать. 15 минут туда, допустим, ну, давайте 20, хорошо, с запасом. 20 минут туда, там 5 минут, там 10 максимум, и обратно. Ну, в общем, разница ощутима. Поэтому в Северской у нас такого нет, ни один пункт у нас не собирает. Почему-то очень странно, у нас вроде как районный центр, но у нас машина не заезжает к нам и не собирает товары от поставщиков. Вот, поэтому я езжу во Львовское, а ездить мне приходится. Через день, а бывает, что и каждый день. Ну, сейчас мы собираемся с несколькими поставщиками из Северской, Азовской. Мы создали общий чат в WhatsApp, и мы собираемся на определенной точке, и кто-нибудь один везет, собирает весь товар от всех и везет по очереди во Львовское, в отделение Валберис. Очень удобно, потому что, конечно, так вот кататься каждый день через день – это накладно так получается. Вот. Ну, вот сегодня моя очередь, и я сегодня еду. Как видите, погода немного подпортилась. Все так же тепло, но солнышко ушло, тучки набежали. Вот. Ну, меня это ничуть не огорчает. Мне все нравится, все хорошо. Обычная краснодарская зима. Между прочим, тьфу-тьфу-тьфу, она без дождей. Не особо дождливая. Были дожди, конечно, но не такая, как обычно дождливая зима. Очень хорошая, сухая. Видите, асфальт сухой, даже давно был. Зима и теплая. Иван, я тебя обожаю. Все, заказики привезла. Теперь поеду, поеду обратно. Так, ну что, заказики я отвезла. Теперь еду… ой, петух такой красивый. Теперь еду в Северскую. Мне нужно заехать в ДНС. У меня там должен сегодня, по идее, прийти мой заказик. Потом покажу, будет сюрпризом, что я там заказывала. Вот. Но мне написано было, что 18-го, сегодня 18-ое, должен прийти заказ. Но на самом деле мне не пришло никакое сообщение. Время уже четвертый час дня. Обычно они сообщения присылают, что приходите, забирайте. Я без предоплаты заказывала, просто заказала. В общем, поеду-заеду, узнаю, пришел ли мой заказ или нет. Ну и будем надеяться, что заказ мой… Сегодня я свой заказ получу. Там уже прям не терпится. Так, приехала я домой, забежала в Магнит, купила продукты. Купила сметанку на Рождественную. Это в нашем магазине. Нам нравится обычная сметана. Хлеба тоже в нашем магазине купила. Ну, такие обычные закупочки. Она закончилась. Зубная паста. Да, положи на место зубную пасту. Зубную пасту купила. Максиму в аптеку заехала, купила вот такую мазь. У него трескаются руки от работы со штукатурой. Ну, в общем, с сухими смесями. Вот. Вот только эта мазь спасает его. Купила. Она недорогая. Тут там 70… До 80 рублей стоит. И действенная. Так. Купила вот такие шоколадки. Положи на место, пожалуйста. Угу. Ой, наконец-то. Вот. И купила бананы. Буду сегодня делать пирог с бананами и шоколадом. Ааа. Надо достать тесто. Надо достать тесто. Ааа. Ааа. Ну, пирожки стояла или пирог? Не буду плойки, буду пирог делать. Покупала как-то замораженное, слоеное тесто. Вот. Дрожжевое. И буду сегодня делать. Как к стренировке приду, займусь. Пирогом. Основной свой заказ показывать пока не буду. Потому что долго разбираться с ним нужно будет. Сейчас перекушу, слетаю на тренировочку. А потом уже вам все покажу. Все. Побежала я на тренировку. Давай, пока-пока. Кирилл придет. Это самоуроки делайте. Хорошо? Угу. Все. Давай, пока. Может быть, я не еду. Человек. Он не знает, что-то везде. Все. Тренировка пошла на ура. Устала, намоталась. Теперь домой. Еще раз показываю, где я занимаюсь. Вот. Дом торговли «Семья». Женский фитнес-центр «Грация». Я уже дома. Даня делает уроки. Кирюша пришел. Перекусит. Тоже пойдет делать уроки. Ну и мой заказ. Вот он. Мне дарили на день рождения деньги. Я решила себе обновить утюг. У меня утюг старый-старый. Нам еще его... Мы покупали его еще на свадьбу. Вот. И теперь я наконец-таки приобрела себе. Я его еще не скрывала. Камера у меня села. Теперь снимаю на телефон. Сейчас буду вместе с вами его вскрывать. Называется Hyundai фирма. Как моя машинка. Вот. Утюг такой, ну, недорогой. Но по всем параметрам он крутой. У него мощности 3000 ватт. Не знаю, видно? Видно. Керамическое покрытие. Автоматическое отключение. Если некоторое время без движения стоит, он отключается. Какие-то LED индикаторы включения. Но это просто лампочка горящая. Дальше. Кнопка подачи пара под рукояткой. Вертикальное отпаривание есть. Защита от накипи. И противокапельная система. То есть, по идее, не должны капли капать. Но по отзывам написано, у него емкость, куда вливается вода на пол-литра. И по идее, просто полную емкость не нужно заливать. И так примерно на половинку. И тогда он не будет капать, течь. Ну, короче, будет все нормально. Так. Писали, что он увесистый, тяжеленький. Ну, да. Сейчас вытащу. Покажу. Он действительно тяжелый. Вот. Значит, что тут в комплекте? В комплекте только стаканчик. Которым наливают водичку в резервуар. Ну, и руководство. Гарантия у него два года. И я его не проверяла в магазине. Заказывала в ДНС. Не проверяла. Потому что дается две недели на проверку на брак. То есть, я в любой момент могу принести в течение двух недель. Если есть брак, мне его или заменят, или вернут деньги. Вот такой утюг. Он реально очень тяжелый. Но меня это не пугает. Сейчас, сейчас, сейчас. Меня это вообще совершенно не пугает. На самом деле очень красивый. Максим сказал динозавр, когда он увидел картинку. Какой я заказала. Да, похож. А можно попробовать? Сейчас, сынок, подожди. Такого цвета. Вот такая у него керамическая поверхность. С ударным паром. Много, много, много дырочек для пара. В общем, пробуй. Тяжеленький. Шнур у него три метра. Здесь все тяжелее. Шнур у него три метра. Это было немаловажно для меня. Это был тоже один из основных параметров. Потому что на прошлом утюге у меня шнур был, по-моему, метровый. Ну, максимум полтора, не помню. Ну, очень короткий был. И было совершенно неудобно. Началось ли я вот здесь вот поверчить? Не нужно вертеть. Зачем? Вот. В общем, буду сегодня пробовать. Хотя у меня, по-моему, там глажки нету. Ну, хочется уже сегодня что-нибудь попробовать прогладить. Рубашку погладить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Показываю, как оно есть. Пригорел немного мой пирог сверху. Я до сих пор никак не могу побороться с этой духовкой. Снизу пирог светленький. Вот такой вот. А сверху он... Хотя на самом низу стоял. Сверху он немного подгорел. Ну, и ничего страшного. Я не переживаю на этот счет. Внутри все хорошо. Вот только вот эти вот краешки нужно вот так обрезать. Присыпать пудрой сахарной. И будет хорошо. Но я не буду пудрой присыпать. Это кому там эстетический вид очень важен. Так я предлагаю, ну так советую сделать, если такая ситуация у вас сложится. На самом деле все нормально. Мы такой пирог будем есть. Так, утюг тестировать буду позже. А сейчас пока у нас задание... Домашнее задание. У нас по математике два номера. Вот. Примеры. Ну, я не фокусируется. Примеры. И задачка. Без меня он сделать не смог. Мы сделали вместе. Писала я. Но мыслили вдвоем. Так. В общем, сейчас мы переписываем. Даня не переписывал. Ну, редко сам переписывает. В основном, чтобы все у нас было красиво. Мы переписываем вместе. Правильно? Угу. Да. Все. Удачи нам. Будем мы переписывать. КИЛОМЕТРОВ Написал? КИЛОМЕТРОВ НЕПИАТА КОНЕЦ АВТЕНИЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Прошел Максим с работы? Максим, вода течет, ты перевернул, зачем так? Конечно, там же резервуар, ну вот здесь вот, да вот здесь он же неплотно закрывается. То я сначала это самое, привернул, ну и вспомнил, думаю, а сейчас же вода потечет, рост такой, ничего не течет. Нет, там она открывается. Поэтому мы смело держим. А, вот. Смело держат, да? Ну, хорошо держат. Вот так просто открываешь. А, тут вот эта резинка уплотнительная есть. Угу. Ну, короче говоря, Максим сейчас будет, как всегда, искать минусы. Я-то довольна. Нет, один плюс, она его чёрт знает, когда отключила, блин, а я не могу держать ещё. Она, я. Малярчий. Сел вклеен. Это что такое? Где, покажи. Это кнопка самоочистки. Ага. Вот всё по тебе покрутить, понажимать. А, это прыскалка. Это прыскалка. Под ручкой это пар, но его нужно... Удобно. Да, но его нужно только вот тут вот включаешь. Смотри, это сила пара. Допустим, вот так вот. И вот здесь вот, видишь, только на троечке. Вот, видишь, на троечке пар. В этом положении нужно пар включать. Ну, понятно, она максималка. Да. Ну, она делает на двойке тоже, но она начинает капать. Ну, вот я уже обрабатывала. Ну, потому что не хватает температуры. Конечно. Вот. Я уже погладила. Так прикольно, мне так понравилось. Мой так вообще не гладит, конечно же. Нет. Что ты гладить будешь сейчас? Нужно же чистое что-то погладить. А доску нельзя погладить? А, ну попробуй погладить доску. Ну, еще не согрелась, подожди. Так. Ты на троечке гладить будешь? А где положение у него вообще? Сверху есть риска. Сверху-сверху верю. Сверху верю. Ты на самой большой поставил? Да. Ну, давай. Через каждые 4 секунды нужно нажимать кнопочку, чтобы постоянно пар делал. Не чаще. Сверху верю. Ну, ты же поставил специальный пар проверить? Ну, я сейчас жду, чтобы капает он вообще или нет. Он выключается как-то, говорит, что я нагрелся, раз выключился. Он сам, вот смотри, сверху, смотри, ручка на ручке синеньким должно гореть. Вот когда оно горит, оно нагревается. Когда не горит, оно уже нагретое. Сейчас нагретое температура? Ну, вот он не горит, значит, всё, включай. Уху! Вот, закапал. А. Вот. Это, наоборот, сбавилось температура. Сейчас нагревается. А, да? Ну, да, я же говорю, он работает. Когда вот так, он греется, я же тебе сказала. Ага, вот, Ролюшка сработала. Только эта кнопка, да? Да. Капает пипец просто. А, ну, сейчас, подожди. Ну, ты так делаешь, каждую секунду не надо. Каждые 4 секунды это делается. Всё, всё, я понял, понял, понял. А, один раз, каждый раз 4 секунды? Раз 4 секунды. А, ты уже часто. Ну, не капает. Испытание. Да, я знаю, я уже гладила их, Максим. Но всё равно капает. Вот, мокрое тут было, когда ты первый раз начал делать. Нет, я, ну, правильно, я потому что не соблюдил условия. Не соблю. Так, мы ужинать сегодня будем. Экс пустой. Ну, потому что ты всё выбрызгал, вот там чуть-чуть было. Короче, прыскай, сколько тебе влезет, пока мясо синенькое не загорелось. Синенькое загорелось, прыскать нельзя. Всё, он остается. Ну, понятное дело. Ногреваются быстро, ещё моментально. Моментально. Попробуй. Остывай долго. Суши вот это всё, что-то намочил. Нагладь нормально всё. Да что тут за ткань? Хрен его знает. Нормально всё. Это шпицы нагладь. Ой, ткань там нормально будет. Оно и моим это гладит. Ну, хорошо, для пары немного отверстий. Так надо. Нормально. Пробуй гладить, ну. Шнур, видишь, какой длинный? Да, замечательно вообще. Три метра. Вот в прошлом у меня мучения были с прошлым. Сколько там, метра полтора, наверное, было? Не помнишь? Да, паратышки. Вот я говорю, единственное, что вот скольжение, конечно, оно прям как будто приторможенное такое. Что такое? Горячо? Смотри, Бог, какой-то. Что там такое? Ну, что-то прицепилось, нужно убрать. Просто тут, наверное, что-то было на доске. Ну? Сейчас угольник возьму. Проверю. Так. Плоская подошва. Давай, из пяти, как тебе? Из пяти? Не, а из десяти надо. Ну, хорошо, из десяти. Десяти. Ну, нет, не десять. А что еще надо? Вес большой. У меня, я говорю, я не поставила бы десять, потому что мне кажется, что они должны лучше скользить. Вот мне так кажется. Не знаю, я не пробовала другим утюгом гладить, ну, хорошим. Лучше скользить? Ну, мне кажется, что оно должно лучше скользить. А это как-то притормаживает. А, естественно, если он не сильно скользит, то он ведет, вот если я футболку, например, буду гладить, оно, ну, цепляет за собой футболку. Вот. Но у меня еще почему так делается? У меня пол неровный, понимаешь? Она вот это ходит, доска, ходуном. Вот, как бы мне тяжело вот еще из-за этого. Ну, опять-таки скользить. Ты выкачал ее? Вот, нет. Подошва ровная, все. Что-то надо. Даже у нержавейка была бы, блин, они все одинаково скользят. Тефлон будет, да, может быть, скользить еще получше. Ну, сейчас все увидишь керамика. Вот я, когда смотрела, искала. В основном вот сейчас керамика и керамика, больше ничего. Даже тефлона нет. Ну, хау какой-то. Видимо, да. Так, а мы сейчас будем ужинать. В том, что он до сих пор не скучился. В каком смысле? То есть он остывает очень долго. У него что-то внутри там очень долго. Да. Ты же не нажимаешь на пар, а ну не остывает. Вот сейчас на паре нажимаешь, и оно включится. А на паре, когда работаешь, она чаще это делает. Ну, я раз в пять, наверное, и то я раз в пять. Короче, когда он все, выключится, нагрелся. Вот это тебе плюс, что я тебе говорил, бери мощный. Ну, раз-два, все, нагрелся. Ну, да. Не успеваешь рот открыть. Я вообще довольна. Ну, вот, для примера, вот сколько мы ждем. Вот он отрубился. Через сколько включится? Ну, ты долго, что-то. За сколько он остынет? Ты давай следи, а я сейчас пока проужинаю. Пацаны легли спать, они уже поужинали. Мы будем, я вот делала картошку с мясом, достала к упорку помидоры, Максим Аджику достал, сметанка. У нас тут немножечко осталось. Мы делали эти грибочки, как эти, опята, опята с луком. И наш пирог к чаю. Вот такой у нас будет ужин. Ну, что, включилась? Нет. Ну, вот. Но он еще остывает. Нормальный. Мне понравилось. Там какая-то бешено толстая платформа. Вот ей вообще по барабану будет. На все и на вся. Все, пойдем ужинать? Нет, я дождусь, пока все не включится. А есть у него заправочная лейка? Да. Да? Где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА